В нашу республику с приятной миссией прибыла делегация из Абхазии. Возглавил её советник президента Абхазии Нукзар Логуа. Встретили гостей из страны души Абсны в ауле Альбурган. О том, кто прибыл и с каким поручением, расскажет Альбина Ламкова. В состав делегации, возглавляемой советником президента по науке и культуре Нукзаром Логуа, вошли министр культуры Дауркова, депутат парламента Дмитрий Маршания, советник президента Республики Абхазия по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмак Аджинджал и общественный политический деятель Абсны Беслан Кабахи. Прибыли гости для того, чтобы вручить государственные награды за вклад в развитие и укрепление связей двух стран по поручению президента Республики Абхазия Аслана Бжания. Безусловно, когда есть у нас такие поручения, это ещё больше украшает нас. Мы один народ, мы строим одно общее целое, и мы должны двигаться уверенно вперёд. И я думаю, что мы достигнем своих целей. Для нас культурные связи чрезвычайно важны, потому что именно на этом, потому что у нас единая культура, единая духовная связь, единая связь наших предков, на этом строится всё основное. Поэтому я очень рад, что уважаемые наши коллеги в течение многих лет поддерживают, приглашают к себе и дают оценку работе наших коллег. Первая в почётном списке награждаемых – председатель национально-культурной автономии Абаза Ставропольского края Армида Чагова. Ей вручили почётный орден Ахидзапша. Я понимаю, что эта награда не чисто моя, это награда всей нашей общественной организации, огромной работы, признание нашей огромной работы, которая проводилась в течение десяти уже лет. В этом году мы празднуем своё десятилетие, и мы подводим итоги. И вот эта награда просто вовремя пришла. Свою награду и почётное звание заслуженный артист Республики Абхазия присвоено и художественному руководителю Театра танца Республиканской филармонии Мурату Гагиеву и танцору-воину-добровольцу Анзору Озову. Работники культуры Анна Комаревцева и Елизавета Козел получили звание заслуженная артистка Республики Абхазия. Затем, после официальной части, к 158-й годовщине окончания Кавказской войны, гостям показали спектакль «Горсть земли» по одноимённому роману классика абазинской литературы Бимрзит Хайцухова. В заключении встречи вместе с главой района Русланом Кужевым обсудили проблемы сохранения развития языка и культуры абазино-абхазского этноса. А на следующий день в районной библиотеке аула Псыш прошли шамбовские чтения, посвящённые памяти учёного, абхазского и российского государственного деятеля, создателя Международной ассоциации абхазско-абазинского народа Тараса Шамба.